Вот, спасибо вам большое. Еще раз в присутствии Павла Олеговича мы договариваемся о том, что Департамент природопользования Москвы возьмет под особый контроль эту ситуацию. Мы вместе с Департаментом будем выяснять, кто же действительно заказчик этих работ. Потому что возникло сомнение, что эта стройка посвящена, вернее, коммуникации посвящены строительству на улице Рыбалка. Это опровергли чиновники префектуры, как мне сегодня нам только что сказали. Вот, мы будем это выяснять. А Департамент предпримет усилия для того, чтобы больше здесь ни одно дерево не было вырублено. Значит, порубочные еще не отозваны у них. Ну, приостановлены. А, они приостановлены, да. Порубочные приостановлены. Значит, мы будем добиваться от Департамента, чтобы они не были восстановлены. А все вырубленные деревья, которые здесь были, также будут, ну, не восстановлены, будут посажены новые деревья. На прежних местах. На прежних, ну, может быть, не вот миллиметр в миллиметр, да, но где-то вот все-таки здесь, здесь, на этом пространстве будет восстановлено. Чтобы вообще площадь сохранилась. Павел Олегович, подтвердайте. Ну, в целом, в целом, да. Чтобы площадь сохранилась. А где здесь и летний будет деревья? Значит, я обязуюсь со своей стороны этот вопрос контролировать, чтобы все эти договоренности были выполнены. Вот, по поводу этих реконструкций общественной палаты, я тоже сделаю соответствующее обращение. Выясню, что здесь происходит. Мы изучим выделение бюджетных средств и обоснованность выделения бюджетных средств. Ну, и потом по результатам вам доложим. Ну, скажите, пожалуйста, я вот просто совершенно не в курсе. В строительстве ведется какая-то оценка необходимой площади для парковки. Понятно, что если планируется приезд там 250 гостей, то это будет 250 машин. Вот, в принципе, такое существует, согласование проектов или что-то такое? Вы знаете, у нас в законодательстве все эти нормы прописаны очень плохо. Они нарушили все нормы? Нарочито, они прописаны очень расплывчато. Вот эти нормативы все. И этим пользуются застройщики, которые часто строят вообще... Ну, как Москва-Сити построили, там же невозможно парковаться. Стать какие объемы строительства и плевать там на парковочные места. Можно попросить вас взять под контроль, коли вы так благосклонно к жителям относитесь, чтобы контролировалось установление кондиционеров. Нам сгрузили промышленные кондиционеры на внутридворовую территорию нашего дома. Мы, естественно, возмутились, потому что нам не нужен этот промышленный кондиционер. Огромная труба 24 метра высотой на нашу детскую дворовую площадку. Кондиционер общественной палаты? Разумеется. В результате реконструкции там должен быть кондиционер. Именно на нашу дворовую площадку. Мы обратились с заявлением в прокуратуру, что это нарушение наших прав. Мы не хотим дышать этим воздухом. Предложили устно, правда, аппарат общественной палаты предложил по фасаду вывесить здесь кондиционер. С выходом на рекреационную нашу зону, на Меусский след и охранную зону 151. Мы тоже категорически промышлены. У меня просто предложение. Вы приходите к нам с этими документами, с этими обращениями. Возьмите координаты. Действительность общественной палаты требует постоянного вопроса. Специально мы займемся этим вопросом. Может быть, обращения в нашу прокуратуру подойдут? Да, подойдут. Приходите, мы сделаем обращение. И чтобы не так с голоса все это, мне он слышно. Хорошо. Поставьте ваши координаты, пожалуйста. Девушки, дайте координаты. Все, меняйтесь. Ну, все, я извиняюсь, просто надо... Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. До свидания.